Всем привет! В эфире телегид, обзор медиапространства нашего канала. Премьера телесериала, фантастические, романтические и захватывающие ленты. Да, оторваться от ЛРТ у вас не получится. Подробности расскажу вам я, Анна Троян. Начинаем! Многие люди мечтают прожить какой-то момент или даже целую жизнь заново. Именно такую возможность получила героиня премьерного сериала «Часы любви». Молодой аристократке Вере достались наследство старинные магические часы. Если повернуть их стрелки вперед, то перенесешься в будущее, назад оказываешься в прошлом. Что же выберет эта страстная натура? Роман с талантливым художником, отношения с известным актером или станет женой бизнесмена? Сколько раз сработает волшебство? Ответ на эти вопросы узнаем на ЛРТ в четверг и пятницу, а затем по будням. Это интересно. Это очень интересно. Обнаружил фотографии женщин в двух возрастах. Каждая сначала в молодости, потом в старости. Среди женщин из кома это Мара Золотницкая. Также имеются фотографии Карины Сыромятиной, Марии Горшковой, Виктории Волобуевой и фотографии Веры Митрофановой. Одна. Девушки отдыхают. Теперь вместе с ним она помогает душам умерших людей. Эта пара должна распутать много странных дел, чтобы те, кто покинули этот свет, могли обрести покой. Все подробности на ЛРТ по будням в 13.00 и 23.30. Но есть задачки гораздо интереснее. Вот, например, как такое получилось, что физраствор разлился на контакте дефибриллятора? Именно в ту секунду, когда реаниматор подал на них напряжение. И в результате вы получили свои 360 джоулей. И еще посттравматическую галлюцинацию в виде души Марата Сергеевича, который там разгуливает по коридорам. Это же смешно. А осенние вечера, мои друзья, я предлагаю провести с приключенческой историей по мотивам романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». В самый канун свадьбы Эдмон Дантес по ложному обвинению становится узником мрачного замка Ив. Здесь ему предстоит томиться до конца дней своих. Но отчаянная решимость спастись и счастливый случай помогает ему выбраться на волю. Сказочно разбогатев и превратившись в графа Монте-Кристо, он начинает мстить. Захватывающую историю смотрим со среды по пятницу в 17.30. Только на ЛРТ. Ну, теперь он умер. Господи, прими душу безумца. В четверг ЛРТ предлагает вам испытать глубокие эмоции. Кинолента «Лучшая во мне» – прекрасный пример того, какими могут быть чувства. Картина повествует историю двух людей, которые полюбили друг друга еще в подростковом возрасте. Но со временем ребятам пришлось расстаться, так как ранимые молодые сердца не умеют прощать глупых поступков. Что случится, когда они встретятся снова? Ведь, как известно, первая любовь остается в памяти навсегда. Увидим 19 октября в 20.45. То есть, я причина твоего одиночества? Не спрашивай, если ответ не понравится. Это просто смешно. Ну, правда, ведь это бред. Что, почему ты смеешься? Я не знаю, наверное. Соскучился по тому, как ты злишься на меня. А завершим рабочую неделю мы в компании Джерада Баттлера. Картина «Геймер» перенесет нас в будущее, где реалити-шоу уже синхронизируют с видеоигрой. В результате экспериментов появилась игра «Убийцы». Главные герои – заключенные. Джон приговорен к пожизненному сроку. И участие в проекте – его единственная возможность выбраться из тюрьмы. Благодаря своей силе и боевым способностям наш герой занимает рейтинговые позиции. Игру показывают в режиме онлайн. За убийцами наблюдают миллионы. А участники, несмотря ни на что, безжалостно сражаются, чтобы выжить и получить свободу. Фантастическую картину смотрим в пятницу в 20.45. Ко мне это тоже относится. Да, но ты отличаешься. Отличаюсь. Чем? Не знаю. Тем, что ты мой маньяк. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и в воскресенье в 10.00 и 19.00. В субботу, друзья, продолжаем следить за фантастической историей «Последнее королевство». А в воскресенье наших зрителей ждет оскароносная лента «Чтец», которая, безусловно, достойна вашего внимания. Юный Михаэль со всеми своими порывами юности влюбляется в женщину, которая старше его на 11 лет. Сначала она отвечает ему взаимностью, но затем исчезает, чтобы вновь появиться 8 лет спустя, при совершенно других обстоятельствах. Чем обернется эта история, увидим 22 октября в 20.30. Достаньте книги. Считается, что Одиссея повествует о возвращении домой. Однако это история о путешествии. Дом — это место, с которым связаны все мечты. Берг, прости, что отвлекаю, но мы изучаем Гомера, а не Софи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин